Всем привет, дорогие друзья, и приятного просмотра! Лето – это пора отдыха на природе и туристических походов. Жара, и так и хочется перебраться поближе к водоемам. Вот именно возле этих самых водоемов и поджидают нас комары-кровопийцы. Пожалуй, не найдется ни одного человека, который не пострадал бы от комариного укуса. И это далеко не все, на что способны комары. У нас снова комары. Сейчас я вам смайлик пришлю, комариный. Оп, оп, оп. Оп, оп, вот столько у нас комариков на стене. Первый признак комариного нападения – характерный тонкий писк, который обычно издает незаметные в темноте насекомые. Услышав этот звук, мы невольно напрягаемся, ведь никому не хочется быть укушенным. С назойливым и неприятным писком кровососущих насекомых знакомы дачники, рыбаки, охотники и городские жители. Комар – популярный запрос в сети в летний период. Ведь люди хотят знать, что собой представляют эти насекомые и какую опасность они представляют. Комаров называют кровососами и кровопийцами, и многие ошибочно полагают, что кровь – это то, чем они питаются постоянно. Однако, это совсем не так. Потребность в крови возникает только у самок. А самцы питаются только нектаром растений. Более того, некоторые виды комаров обоих полов – абсолютные вегетарианцы. Комары – это семейство насекомых из отряда «Двукрылых» и подотряда «Длинаусых». Судя по ископаемым останкам, они появились на планете около 145 миллионов лет назад. Тысячелетиями комары были неизменными докучливыми спутниками человека, но научное описание получили только в 1758 году благодаря трудам шведского ученого Карла Линнея. Согласно современной классификации, семейство комаров включает 38 родов, которые насчитывают более 3000 видов. Насекомые имеют характерный комариный облик, но отличаются некоторыми особенностями строения, места обитания и питания. В своем развитии комары проходят 4 стадии – яйцо, личинка, куколка и имаго. Личинка комара, напоминающая тонкого червяка, получила название «черный мотыль» и служит универсальным аквариумным кормом. Комаров отличает от других насекомых тонкое тело длиной от 4 до 14 миллиметров, длинные ноги и прозрачные крылья. Но не стоит путать настоящих комаров с представителями семейства комаров-долгоножек, пусть и страшных на вид, но совершенно безобидными насекомыми. Они не только не кусаются, но питаются исключительно растениями или вообще не едят за всю свою короткую жизнь. Кровососущие комары имеют две пары крыльев, усеянных мелкими пятнышками, причем вторая пара сильно редуцирована. В полете комар машет обеими парами крыльев в унисон, производя до 1000 взмахов в секунду, а слух человека и животных улавливает характерный комариный писк. Если разглядывать комара под лупой, станет заметно брюшко, состоящее из 10 сегментов, и чуть более широкая грудь. Каждая тонкая лапка комара оканчивается двумя цепкими коготками. Окрас комаров бывает самый разнообразный. Одни отличаются желтым цветом, другие серые или бурые, а есть и зеленые, и совершенно черные экземпляры. На голове комаров располагаются осязательные органы, длинные антенны, которые позволяют комару найти потенциального донора практически на всей протяженности своего гигантского ареала, а во рту их грозное оружие и средства добывания пищи. Строение ротового аппарата – самая интересная особенность комаров, как кровососущих насекомых. У самцов челюстью недоразвиты и не представляют интереса. Зато ротовые органы самок прекрасно приспособлены для питания кровью, которое им необходимо для воспроизводства потомства. Нижняя губа самки имеет вид узкой вытянутой трубочки – хоботка. В ней спрятаны челюсти, напоминающие острые пилочки. Своими челюстями самка с легкостью прорезает кожу человека или шкуру животного, одновременно вбрызгивая в тело жертвы слюну с веществом, которое препятствует свертыванию крови. Именно этот компонент слюны вызывает аллергическую реакцию в виде зуда, покраснения кожи и отеков. Затем она погружает в ранку хоботок до самых капилляров и сосет кровь. Если комара не беспокоить, полное насыщение происходит за 3-4 минуты. Самка может кусать несколько раз, пока не получит необходимое ей количество крови с белком, после чего она отправляется на поиск влажного места, где можно отложить яйца. Активное использование транспортных средств способствовали распространению комаров по нашей планете, и сегодня насекомые встречаются на всех континентах, за исключением Антарктиды. Образ жизни комара напрямую зависит от места обитания. Популяции тропических регионов активны круглый год, а обитатели умеренных широт пережидают зиму в укромных местах. Комары, проживающие в Арктике, имеют слишком мало времени для усиленного питания и размножения, всего несколько недель в году, когда солнечные лучи подтапливают лед, покрывающий вечную мерзлоту. Однако за столь короткий период насекомые плодятся в колоссальном количестве, и то, чем питаются комары Арктики, это кровь несчастных северных оленей. По подсчетам ученых, каждый карибу в огромном стадии теряет в летний период за сутки до 300 мл крови. В отличие от самок, самцы комара живут совсем недолго, около 17-19 дней. При температуре окружающей среды около 14 градусов по Цельсию, самка комара может прожить до 4 месяцев. Продолжительность жизни самки зависит от условий обитания и наличия доступного питания. Для поддержания жизнедеятельности самке комара нужно питаться растительными сахарами, которыми богаты определенные растения, например, пижма, лопух и тысячелистник. Оплодотворенные самке для формирования большого количества яиц необходим белок крови человека или животных. При наличии самцов и доноров самка будет откладывать до 150 яиц каждые 3 дня. Она способна к воспроизводству, даже не получив доступ к крови. Однако тогда она отложит не более 10 яиц. Поэтому жизнь самки кровососущих видов комаров представляет собой многократно повторяющиеся циклы неустанного поиска доноров и откладки яиц. Комары пьют человеческую кровь не потому, что она их особо сильно привлекает. Для самки комара больше пользы принесет кровь грызуна или коровы, богатая олифатической аминокислотой. Однако в современном мире человек остается для комара самым доступным донором. Научно установлено, что людей с первой и второй группой крови комары донимают гораздо чаще. Это обусловлено более высокой концентрацией белка по сравнению с кровью третьей и четвертой группы. Второй фактор, привлекающий комара, выделяемое человеком тепло. И чем выше температура тела, тем интереснее объект для насекомого. Поэтому, если есть выбор, комар предпочтет укусить каждого, чье сердце работает в усиленном ритме. Спортсмена, человека, страдающего ожирением, заболеванием сердца или того, кто находится в состоянии алкогольного опьянения. Помимо привлекающего комара углекислого газа, выделяемого человеком при дыхании, насекомое чутко реагирует на запах пота, который ассоциируется у него с источником питания. И последний, не менее интересный выбор пищевых предпочтений комара – это цвет одежды. Людей в красном и черном комар будет преследовать с маниакальным упорством. А вот человека в зеленом или одежде цвета хаки комары могут облетать стороной. Комары переносят ряд серьезных заболеваний, таких как вирус западного Нила, желтая лихорадка, филяриатоз, лихорадка Денге, энцефалит. И, наконец, малярия, которая уносит множество человеческих жизней. Даже по самым скромным подсчетам, каждые 20, а то и 10 лет от малярии погибает такое количество людей, которое сопоставимо с населением крупного мегаполиса. Поэтому, ввиду высокого риска заражения опасными заболеваниями, рекомендуется не пренебрегать парфюмированными средствами гигиены, а также в теплое время года использовать народные и традиционные средства защиты от кровососущих насекомых. Всем спасибо за просмотр! Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, жать колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео про мир дикой природы и животных. С вами был канал Живая Земля. Всем пока и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!